Юрик, проектный канал. Скажите, общий объем инвестиций конкретно в этот проект, во сколько оценивается, сколько рабочих мест не создано в республике, и, собственно, какие поступления в бюджетной структуке будут реализоваться этих проектов? Ну, во-первых, компания «Колмар», о которой мы сегодня ведем речь, эта компания пришла в Якутии относительно недавно, но при этом, введя очень такую активную, наступательную политику, уже набирает обороты и сегодня уже становится одним из основополагающих отрасльнообразующих предприятий в Южной Якутии, благодаря которому мы сегодня уже имеем территорию проживающего развития. Эта компания сегодня будет наращивать объемы производства до 20 миллионов тонн. В будущем сегодня он уже нацеливается на 10 миллионов тонн, и, соответственно, технологическое решение проблем, непосредственно организация производства, она будет именно исходя из этих задач. То, что касается решения проблем, то сегодня уже более тысячи человек занимаются в этой компании, и имеются большие задачи для того, что удвоит, утроит тех людей, которые заняты будут на этом предприятии. Но дело в том, что Нюрнгринский район в лице города Нюрнгре для нас, для Якутии был проблемным городом, потому что те отрасли, которые раньше работали, они исчерпывали свои возможности, сокращали свои объемы непосредственно в Нюрнгре. Но вот в замену все это приходит компания «Кулмар». Поэтому они решают социальные вопросы. Они сегодня становятся достаточно уверенным налогоплательщиком для города, для района, для республики. Ну, оценивать в текущем режиме платежи – это достаточно сложно, но мы наблюдаем динамики, и эта динамика растет. Несмотря на то, что они попадут в зону налоговых преференций, далее мы сегодня активность «Кулмара» видим, несмотря на определенные сложности на мировом рынке угля, они набирают обороты взаимодействуя с теми или иными потребителями в других странах внутри нашей России. И этим они для нас создают условия более высокой уверенности. Далее, эти компании сегодня, в отличие от некоторых компаний, несут очень большую социальную нагрузку, несмотря на сложности. В частности, мы видим, что они являются одним из главных спонсоров проведения Восточного экономического форума. Они здесь, на нашем павильоне, проводят международный турнир по масс-рестлингу. Вы, наверное, видели сегодня это очень активно, очень интересно было видеть это все, как активно участвуют спортсмены, то есть восьми стран, силачи, те, которые распространяют наш национальный вид спорта. Вот в этом и есть заслуга «Кулмара», не только как предприятие, которые зарабатывают на свою прибыль, но еще несет эту нагрузку. Поэтому сегодня мы должны понимать, когда к нам идет инвестор, когда начинают разворачивать производство, они должны думать о людях, которые живут на этой территории. Вот эту задачу «Кулмар» решает. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова